Ну, посмотрите, то, что касается ГМО. Никаких достоверных научных исследований, подтверждающих, что ГМО каким-либо образом наносит вред человеку, животных и так далее, на данный момент нет. Может быть, они появятся, но сейчас, в настоящий момент, их нет абсолютно. Конечно, человека житейски пугает, что мы новый ген какой-то вшили в клетку растений или каких-либо других объектов. И вот у нас там, значит, от этого что-то... Ну, мы как бы рыбу едим, у нас хвосты не вырастают и так далее. Еще раз, на данный момент научных подтверждений отрицательного воздействия ГМО нет. Что касается ГМО и внедрения в целом, мы сейчас легко праздно говорим, конечно, о том, что вот, было бы здорово, мы должны потреблять только экологически чистые, не использовать удобрения и все такое отлично. Это, конечно, все очень хорошо, но популяция людей, хоть и медленно сейчас, медленнее, чем раньше, но все равно она растет. И поэтому мы рано или поздно придем к такой ситуации, когда у нас будет катастрофически не хватать продуктов питания. И поэтому ГМО это единственный вариант в таком случае для того, чтобы, а, обеспечить человечество продуктами питания, а второй, когда углеводороды как-то будут уже очень дорого их будет добывать, их останется совсем чуть-чуть. И один из вариантов получения энергии – это выращивание растительных каких-то культур, которые мы в дальнейшем можем перерабатывать в так называемое биотопливо. И поэтому для таких целей, конечно же, нужна будет какая-то модификация этой растительной культуры для того, чтобы она эффективно быстро росла, для того, чтобы ее не поражали различные патогены или вредители. Продолжение следует...